Есть Да, слава Богу Слава Иисусу Христу, аминь Спасителю, Господу нашему Вот, наконец-то у вас Вот, вчера был на севере там Сев Сев Бог, да Сегодня на юге Вот, и благодарю Бога за эту поездку Снова Кривый Рог Дом Хлеба Вот, и в центрах успел побывать Вот, успеваю, слава Богу Вот, и Завтра семинар, а на семинар как получится, быть не получится Посмотрим еще Если что, братья, то будет все писаться на камеру Вот, и все эти видео будут, семинары всего будут в интернете, на ютубе Могут там поделиться с вами тоже записать вам тоже куда-нибудь Вот, и посмотрите тогда Даже если не получится так вот лично присутствовать там на семинаре рекомендую все-таки вот посмотреть потом уже в записи потому что тема такая важная, тема нужная и, в общем-то как бы давно уже намеревался с этой темой как раз здесь в Кривом Роге провести такой семинар Вот И тоже молюсь, конечно даже сегодня видео записали на выезде Куда мы выезжали? В какую сторону? Николаева В сторону Николаева, да на выезде Там где написано как раз Кривый Риг Все, значит, там и сделали запись Тоже выставлю в сеть Вот Молюсь о семинаре о служении предстоящем здесь И знаете Семинар так назвали Религиозный оккультизм Вот И посвящен свободе от религиозного оккультизма Вот И освобождению именно душ Поэтому молюсь о том чтобы не только люди как бы информацию услышали приняли к сведению Да А чтобы произошло чудо освобождения И вот как место писания написано там в писании Евангелие от Иоанна 8.32 написано Познайте истину и познайте истину и истина сделает вас свободными Иоанна 8.32 Вот одно из таких ключевых мест писания как раз в этом семинаре все будет как раз вот вокруг вот этого как раз такого откровения То есть свобода через познание истины вот сама истина это сам Иисус да он сказал я есть путь истины и жизнь кого Иисус освободит он будет по-настоящему свободным человеком кого сын Божий освободит вот и истина это не просто даже как вот Пилат говорил что есть истина вот многие вопрос такой задают как бы что есть истина мало ли для одного одно истина для другого это совсем не истина вот но знаю одно что истина это не просто что а это кто это сам Господь сам Бог истина в Иисусе истина в Боге истина в Нем вот и я сам просто пережил это и переживаю это поэтому я этим и делюсь как откровением потому что вот тоже до девяносто шестого года я был традиционным священником православном служил в россии вот просто сельский батюшка служил себя на приходе не думал о никакой реформации никакой реформе зачем как бы тогда даже я полагал что даже ничего не нужно как бы она вот как есть так и есть даже если где-то там и неправильно что-то то уже уже принюхались уже как бы и уже нет ни его вот и один батюшка левые вонять не будет лучше лучше не трогай лучше все это вообще она уже все бельем поросло как бы а с другой стороны думаю надо же вот в 96 рассудил так что если многие вещи которые вот есть не в церкви они они не то что не нравятся богу они даже противобожие такие противобожные вещи от них нужно избавляться ну вот на моей жизни вот скажу в своей жизни испытал это как каким образом вот через познание истины через вот познание божьего слова познание иисуса христа пришла свобода от многих этих заблуждений и вот в принципе чем я занимаюсь последние 20 лет как раз минут то что имеют то и даю слава богу спасибо господь за этот день спасибо за эту встречу благодарю тебя что ты есть истинный ты среди нас потому что во имя твоем собрались аминь потому что да во имя иисуса христа я и приехал у нас церковь киви они молятся как раз эти дни за эту поездку мою вот сюда в кривой рог вот и даже думали изначально что я не один придор думал кого-то из наших священников взять но не получилось у меня к сожалению так взять кого-то все нужны там на месте сейчас так получилось один из наших священников он просто вот сейчас там получилось был на операции одним словом вот и сейчас восстанавливается после операции вот тоже молимся вот я не знаю вот видите иногда бог совершает чудеса прямо так вот исцеление раз и чудо а иногда вот и не происходит молились за нашего отца алексея молились вот и не было вот этого избавления вот пришлось под нож лечь делать операцию сейчас восстанавливается да вот после операции и знаете я не знаю бог по разному действует порой да на самом деле порой вот через вот врачей порой напрямую лично хотя как по мне вот я разговаривал тоже буквально позавчера с одним своим старым товарищем вот сейчас он тоже верующий слава богу тогда мы вместе учились с ним в училище художественном я художник по своей специальности до церковной специальности моей художник-оформитель художник вот и мы с ним вместе учились в училище орловском художественном училище это были еще 80-е годы вот середина 80-х как раз и жили ну будем так говорить я ребятам рассказывал что знал о вере о боге на христе из библии что рассказывал притчи христа люблю рассказывать вот и время было такое что как бы это нигде так не звучало информация была такая эксклюзивная вот и поэтому ребята слушали мотали на ус вот и дима вот один из тогда моих товарищей в другой группе был но общались мы все равно вот хотя не так сильно мы часто общались как с теми кто конечно группе ребята мои были но тоже общались вот и разговаривал с ними христе о боге вот а потом мы с ним не виделись 30 лет да получается ровно 30 лет мы с ним не виделись после этого после последних наших общений так получилось что пути дорожки разошлись вот он пошел по дальше по своей стезе этой художественной в липецке художником работал и к сожалению от хороший человек хороший художник но стал погибать от пьянки стал гулять пьянствовать и в общем-то стал погибать и талант хороший у него как художника но стал все пропивать короче и настолько что вот несколько лет просто не просыхая как говорят на тет просто не выходя из запоев несколько лет это как он выжарен бог знает короче вот и ну он конечно не только пилом иногда там хоть руки трясли все начнет но там где-то какую-то халтуру делал в случае там что-то в основном это вот связано с кладбищами там какие-то там можно там на памятнике что-то надписи там что-то еще сделать там портреты какие-то вот он что-то сделал и как бы и все ей у него деньги опять есть там на пьянку вот и насчет и слава богу что человек покаялся дима покаялся вот и теперь он верующий уже несколько лет уже там он покаялся в церкви писятников нерегистрированное братство есть такой есть официальный как бы регистрированный официальный братство в россии писятников а есть нерегистрированные которые вот такое ну еще советского подполье еще вот и вот одна из этих общин небольшая община такая она в липецке есть вот и он там стал верующим в этой общине сейчас даже делится словом вот очень интересно да и вот мы с ним перезваниваемся общаемся и он интересно рассказывал тоже что вот то что ты говорил тогда еще помышь пацанами были совсем да но то что ты говорил бы я это слушал но говорит не придавал этому значения сильного такого ну как бы ну бог вера как бы это для него что-то было такое далекое как про инопланетян какие-то послушать там и все как фантастика какая-то вот и потом мы не виделись же 30 лет я когда тебе не вспоминал фактически вообще даже даже может пару раз там разговор заходил когда там были какие-то встречи барли там встречались в мастерской там у ребят у местных русских художников вот тоже с кем учился вот то между прочим так узнавал что да вот что-то там стал там священником там до в девяносто первом году я стал священником уже восемь седьмом начал служить храме восемьдесят восьмом уже официально даже до юра на зарплату все вот значит чтец дьякон дичок дьякон потом а в конце девяносто первого года стал священником вот и служил в рязани уже до него информация доходила что да пошел по такому пути ну ладно как батюшка батюшка все и все значит и говорит но когда он дошел уже до вот до ручки или как он до дна уже как говорят да вот до дна вот слава богу что я верю это было божьим духом на самом деле святым потому что ни с того ни с сего вот все вот о чем ты говорил тогда еще и что я слушал я это не вспоминал 30 лет оно само собой все стало вспоминаться говорит само собой все это стало вдруг самому но напоминаться мне вот и и там еще такой эпизод был произошел у него интересный он вы после вот этой хочу до пьянки гулянки значит и нужно было какая-то халтура вот что-то хочу так деньги чтобы были вот значит и зашел в одну одну из мастерских этих где там художники подрабатывали тоже связано с кладбищем как раз в этом оформлении тоже при кладбище как это там такая халтура была один из этих ну как директоров электрон там ну короче владелец этого бизнеса он сам писятник вот и он еще ты ему сказал слушай ягод себе похмелье не дам и халтура у меня сегодня нету видишь у меня ребята все работают вот для тебя ничего нету но говорит я тебе кое-что дам вот возьми диск послушаешь посмотришь говорит значит сделаешь выводы здесь ты же православный нас конечно православный все вот значит вот посмотришь батюшку послушаешь вот он же не знал что это был мой диск оказывается представляете пальцем в небо вот так вот у моего писятника короче в липецке у него лежал мой диск оказывается вот он посмотрел вот значит и решил дать вот диме и дима говорит а мне не до того чтобы диски смотреть какие-то вообще мне бы что-то выпить надо срочно помираю насчет какой мне диск еще короче но но не будешь с начальником с этим спортом короче в карман положил и пошел дальше надо что-то либо воровать что-то да не умею воровать у него нет такой таланта этого вот как бы вот значит нарисовать что-то короче он бедный художник короче пошел либо кто-то ему нальел сейчас значит либо значит что-то нахалтурит вот значит и представляете значит и вот я иду и как отматываю назад как бы вот вспоминаю что я положил в карман диск и вроде как бы вроде как твое лицо это мне потом рассказывает я достаю диск да написано сергей журавлев и твою лицо там ничего себе думаю короче он домой пришел диск вставляю значит а значит этот проигрывательный короче смотрю тебя по телевизору точно ты и короче я с тобой разговариваю с телевизором вот и ты не отвечаешь на вопросы мои короче вот с этого диска вот началась моя такая вот стезя христианская вот и потом мы с ним списались в социальных сетях у меня нашел напомнил о себе написал не чертся думаю точно 30 лет не виделись надо живет и так вдруг сам собой нашелся вот друзья добавился значит ко мне на счетом здорово вот и потом выясняется что да вот так это такая история представляешь значит вот я теперь верующий христианин и покаялся в такой церкви он пошел бы он пришел в эту церковь писать не что идет от хозяина как раз этого бизнеса вот он пригласил красота моя адрес был все приходи все там на счетом но раньше он не обращал на это внимание а теперь вот обратил внимание пришел короче покаялся и вот и интересный эпизод такой акт и он чё еще говорит мне что понравилось чтобы вот представляешь что то что говоришь да ты она имеет силу слово божье имеет силу представляете да вот для кого-то вот говоришь слово и она сразу прорастает как бы давним сразу человек принимает кто-то очень медленно принимает кто-то не сразу порой годы проходят а у них там даже десятилетия представляете вот дима сидел в нем в нем сидел это слово а он стал вспоминать эти притчи мы потом с ним виделись когда его на счету уже общались так я не был в церкви то проповедовал там у них там даже и мы общались и он говорит вот я помню как ты мне то рассказывал там нам там ребятам то рассказывал притчи христа и такие свое свидетельство рассказывал там эти вещи некоторые я говорю я точно рассказывал я даже не помню многие вещи которые рассказывал не помню просто а он запомнил все это надо же думаю вот это да вот и я поэтому ну для меня это было еще свидетельство почему важно для меня это было как утешение такое что то что делаешь даже сейчас не видишь что-то но но это плод знаю что она когда-нибудь да принесет плод не сейчас не не может не через год не через два там значит там через 10 через два через 30 там но она прорастет она в сердце человеческом прорастет вот и ну и еще местописание вспомнилось меня тогда само собой что и поливающий насаждающий ничто а все бог возвращающий бог взращивающий он все вот я так понимаю что каждый верующий но больше или меньше с этим сталкивается тоже своей жизни но с этим ну пониманием это как допустим вот на огороде да примеру если там что-то есть у вас грядочки потом вот посеете что-то да допустим на счета что-то позаботитесь об этом да но поливаете к примеру но не знаю если бог не благословит ничего там не вырастет понимаете поэтому да конечно семена сеющие да значит поливающие это все хорошо вот как раньше говорили у нас там до хвала рукам что хлебом да ну как бы чтобы у хлеба робота это все прекрасно но если бог не благословит ничего не будет поэтому благодарим бога за хлеб наш насущный на каждый день и физический хлеб которым из земли нам произращает произращивают и за хлеб конечно сходящий с ним за господа вот вот а то что насчет тому что бог совершает чудеса вот землей я сам не сельский житель но несколько лет прожил цели значит когда был настоятелем сельского храма в рязанской области альтурянской области вот до девяносто шестого года служил значит в селах и иначе это вот несколько лет прожили мы в селах с женой вот бог нам дал двоих детей тогда родить вот начать шестеро детей вот два внука уже внук и внучка так что но внучки еще месяца нет еще совсем маленькая вот а внук уже там уже три годика уже такой же значит и смотрит то либо трансляция там либо там это записи вот и она знаете а вот тогда когда мы жили в селах тоже такие были интересны были но свидетельства землей очень интересная самый для меня был впечатляющий случай это было вот как раз в брянской области там земля бывший черниговская губерния это суражский район брянской области вот и там значит там на брянской области там даже до сих пор суржиком говорят и там до сих пор даже так удивительно там иконы все в рушниках там у бабушек там у них там у них все там эти почитаемый самый образ там у них черниговской божьей матери там вообще ну надо же ну территория она как бы она хотя при хрущево она отошла как бы брянской области да но она плоти кровь черниговщины то есть там там все чернигов все черниговскими этими из истории древней украинской партии все так интересно было вот насчет и ты служил и хотя в россии приход да но там все вся культура вся и даже язык там все такое еще украинское и значит и и там значит интересный был случай там село душатин и там насчет ну как бывший совхоз там много сел этих и у них там что у них ну а картошка картофель в основном значит и приезжал ко мне председатель этого ну как назвать не знаю колхоз не колхоз что-то было уже вот но хозяйства там всего огромного этого вот и старый коммунист старый руководитель вот такого возраста уже пенсионного и он всю жизнь там как бы насчет там председательствовал там где-то там там значит и а я что я могу священник вот и он ко мне приехал вроде как поговорить я же не знаю чё вещь чтобы приехал всего кто особенно не знал там ничего вот и представьте этот старый коммунист до старый руководитель вот он рассказывает мне о своем вот этом ну а бедет там вот на этой земле и чуть не плачет пошел человек что оказывается что он насчет несколько лет подряд там последний год там короче ли там беда что значит все там жирают жук у них все жуки все жирают насчет и ну 90-е годы 95 год был да получается или какой-то 95 год ничего там не выделялось даже обрабатывать против этих жуков там все значит там и короче все там да они даже не получали несколько зарплаты никакой там люди там работали за только дни просто вот кто что сворует то и его как бы и все значит и вот таким образом значит и потом он сказал что вот если в этом году опять будет как в прошлом сейчас и скорее всего будет больше еще жуков то вообще у нас все сожрут короче подчистую вот и все по миру пойдем совсем и так наладом дышим а это вообще по миру пойдем вот и одним словом я так вот как-то прям проникся и предложил ему а давайте помолимся давайте вот помолимся за землю помолимся за молитвен послужил все я служу на храме живота вот а поможет ну давайте мы же батюшки обратились как бы хуже не станут как вот это точно уже не будет точно вот выделил он мне машину борты откинули так ну как сделали как агит машину там две хорубри здесь там ну короче оформили ее как церковно такую такую каплычка такая передвижная но может не папа сельский вариант сельский папа короче батюшка ездил по полям да там значит бидон и молочная прикрепили там эти туда прям на машине к этой значит водой там налили помолились там молитвам послужил я посвятил воду и короче по всем полям меня возили окроплял водой вот значит на всех там перекрестьях на всех там дорогах там вот вокруг всего этого хозяйства их нет там там у них как на самом деле полно земли вот значит все это в течение дня с утра до вечера до сам до сам поздна ночи только обижались вот значит и потом интересно так ну ладно помолились народ гудит люди уже меня уже немного знали уже а этом такой молодой деятельный батюшка был очень там было по всем этом полу там был как молодежный поселок такой еще был вот это же ходил там по дворам по домам по этим по квартиру там двух-трех этажный торговый вот по квартирам со всеми знакомился представлялся что я вот ваш новый батюшка отец родной ваших любит и жаловать как говорится значит тогда значит я ищу ну да я поинтересовался почему народ то в церковь не идет как-то странно вот значит с других сел еще бабушки какие-то еле-еле передвигаются но приезжают а местных что-то не видать вообще значит и вроде смотрю народ полно там насчет там и никого нету вот а вот у вас там все дорого она считала значит мы стоп где крестины венчали там как были все эти вот тарифы короче там реформацию начали такую тогда отменил все эти тарифы все эти цены снял конечно вызвал там потом у начальства большой переполох даже со смоленской области звонили рассказывали потом что батюшки какие-то говорили что у вас там что с ума сошел какое-то свечение бесплатно там крестят венчали отпевает все да я написал это не только в храме у нас если бы в храме это еще бы так медленно расходилась информация я там в газету дал информацию значит там значит мне там сделали там колоночку такую вот значит там и написали что там написал что в нашем храме там все богослужения требуют там и там скобочек там крестины венчали отпевали все 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 совершаются и большим буквами бесплатно демпинг просто вот значит ну там потом произошло очень мелким шрифтом нам еще кое-что дальше что но если хотите там как бы ну типа добровольно пожелать там есть ящик там для специальный конечно моя старость так означает все там бабушки были в шоке что батюшка вы же первые пожалеете значит как бы насчет на что жить будете вообще насчет и ну ладно короче батюшка с ума сошел видимо точно вот у меня там цыгане целыми таборами крестились кого только не было у меня вот по цыганской почте сразу информация пошла бесплатно форфы и все да значит и это но зато у меня началась такая бурная там такая деятельность такая фраме вот народ постоянно народ толпится многие даже с других там райцентов приезжали поинтересоваться что шоу с батюшка вообще а я еще на службу останавливал допустим литургию или все ночное допустим служу и раза ну три раза то минимум а так обычно четыре пять раз останавливал на 5 10 15 минут допустим и делаю там короткое там объяснение там рассказ рассказ начали какую-то притчу это что еще рассказываю бабушки в шоке вау они уходят из храма и что-то понимают потому что обычно это атрофированное вообще чувство значит что что-то понять они уже как бы отчаялись в церкви поэтому обычно просто ну как бы как батюшка говорил раньше у нас там справляли свои религиозные нужды пришел по нужде в храм начали как бы да и справил нужду и пошел при полегчало все начало как бы вот такое отношение и все а здесь люди стали вникать что интересоваться вот стал крестить но взрослых там стал как-то обучать встречи делал такие ну а с теми жуками что получилось короче жукам пришлось не солно хлебавшие короче уходить оттуда с этой территории слава богу да значит там еще такой был переполох районного даже не одни одного района масштаба там несколько районов масштаба потому что мне потом этот председатель приезжал рассказывал такую историю там у них насчет было но собрание этих нескольких таких картофельных районов этой брянской области вот значит и там были все эти председатели этих хозяйств всех вот у нас было единственное хозяйство которое побило все рекорды вот по сдаче значит картофеля мы короче все вот эти несколько районов столько много хозяйств наше одно хозяйство перебило всех их вместе взятых по количеству это короче но не было жуков там другие представители стали говорить тоже в основном все же коммунисты атеисты мол батюшка у вас хитрец мол он супер я достал какой-то видимо побрызгал какие-то видимо с москвы где-то там привез какой-то яд какой-то такой что значит наши жуки в шоке просто короче они наоборот они с вашего хозяйства на наши перешли короче вот а то значит а я им рассказываю в своем уме какой там супер я это какой же нужный яд иметь он же не по всем полям там брызгал это только лишь на перегрестиях значит только что по этим вдоль дорог на счетом это же какой я надо иметь чтобы начать чтобы жуки на счетом насчет расползлись все по другим хозяйством вообще вот короче плюнули вот еще никак не оставили без комментариев это все просто но а вот этот председатель он как бы вот реально как бы такой хороший страх божий напал на него он мне там привозил там папа пол теленка выписывали этим не мясо там насчет постоянно там ради они там резали этих телем а скажите так а что сработало вот это вот что крест животворяющий делает рожденные в протестантизме не понимаем вещей что сработало в этом случае бог ответил вот на такую веру на молитву да я я кому говорю что это все рассказываю что когда все возможно верующим когда мы верим богу доверяем богу бог не только в нашей судьбе лично допустим совершает чудеса но и в наших семьях и не только наших семьях но там и в трудовых коллективах там или там допустим там не знаю там где-то еще даже такого масштаба большого и даже в библии говорится что не только нашу он нас прощает да и благоставляет а исцеляет землю нашу то есть даже буквально можно понять именно как исцеление земли даже я уж не знаю потом после девяносто года я уж там не показывался на приходе что там был у них он дальше там насчет но для людей это было свидетельство действительно силы божьей хотя видите другие там представителя стали оправдывать это тем что мол какой-то супер яд я там привез значит куда-то с москвой там находились такие объяснения или допустим там молились за дождь но это уже в московской области там вот приезжал туда значит это же там было такое что там уже пол лета прошло а дождя не было короче земля уже вся тоже такая уже была песок такой значит и ну все погибало тоже и в поселке там и насчет и я предложил там этим как раз жителям давать молебен послужил все о дожде и там стали а какой дождь а другие согласились одно разделились мнение кто-то махал руками а кто-то согласился вот и представляете именно вот именно вот назначен был там ну к примеру 12.00 да значит молебен не много людей пришло честно я думаю честно будет больше людей все-таки немного пришло но люди пришли некоторые вот там бабушки не только некоторые среднего возраста люди пришли тоже вот именно вот начало молебны и дождь короче там а потом мне рассказывали тот мужик который там больше всех там возмущался махал руками он запустил такую молбу мол батюшка мол хитрец он начал это короче у него какой-то там видимо прибор вычислил короче время дождя короче чуть не до минуты короче вычислил и как раз начал молебен именно в этот момент чтобы начало чтобы вот совпало короче с дождем но то есть люди всегда найдутся которые что-то там а баба яга против вот кто найдется против себя вот но знаете насчет освобождения кстати вот дима моего товарищ дают художник вот уже несколько лет полностью вообще был бог бог его спас настолько вот перевернул мозги он же даже не был там них не в центре нигде да вот просто он был пришел на служение покаялся все и что и от сигарет значит и от пьянства вообще даже на них теперь не могу развернул мозги что он уже даже от прежней своей жизни по-прежнему общается с разными людьми вот теми кто там пьянствует гуляет все наш по-прежнему художники другие вот а мне вот хоть бы что вообще то есть вообще даже даже и не надо вот и сейчас проповедую слово божье уже доверяем потом в церкви проповедовать уже делиться словом думаю здорово слава богу вот и в жизни вот примеру примеру земля то тоже нуждаются благословение да вот тоже молитесь благословляйте и господь он совершает чудо у нас в киеве одна домашняя группа началась к примеру тоже вот такой пример с воскрешение кошки вот началась домашняя группа ну не совсем воскрешение правда это было она но она уже все кончалось уже она уже умирал все уже вот значит бабушка в слезах там как раз просто одна домашняя группа началась у нас как ну это в киеве но там частный сектор и там дома такие нам на двух хозяев два входа вот и не дмитриевна она одна жила там сын не ушел потом она одна с этой кошкой и все и вот у нее решили провести как раз там значит домашнюю группу проводить у нее решили хорошо но она вот сама даже как бы их вот хочет чтобы не верующие приходили общались одна и вот как раз накануне но пошла уже старая была и больная на счет а здесь она он накануне как раз и решила померить и племянница приезжала забрал кошку к ветеринару ветеринар сказал все только усыпить могу только значит она уже мало того что старая вот по годам тоже как бабушка уже такая значит по ее кошачьим вот еще плюс еще и больная значит опухоли значит но все то есть это короче только лишь его сыплять и все чтобы не страдала вот бабушка отказалась короче там позвонили она отказалась привезла племянницу кошку окошко уже все уже уже хочет заползти куда-то уже значит там и короче помереть уже спокойно и не дают помереть вот значит я пришел а еще приехал пораньше там значит на пару часов пораньше не хочет пообщаться с бабушкой я ж не кошка насчет в шоке короче хочет залезть умереть вот ну я думаю надо же начал домашней группы со смерти кошки как бы и бабушку все в слезах что делать а значит говорю ну давайте будем молиться за вот за кошку за вашу она а можно конечно можно все дышащие хвалит господа вот значит будем молиться за нее короче молились мы я молился и за бабушку и за кошку и не знаю за кого больше честно говоря за них молился да и к началу домашней группы ну и бабушка успокоилась нервы как-то у нее успокоились да и кошку успокоилась уже не дергалась уже уже не заползала никуда как-то видимо я либо смирилась либо что он их придумал ну короче концу домашней группы кошка уже нормально уже вот она но может не совсем здоровая не совсем нормально конечно но она уже там и лежится где-то уже что-то там уже короче помирать вроде передумала так представляете потом после этого еще несколько она прожила еще бабушка прожила то есть она по своим кошачьим годам была ну получается рекордсменкой и волгожителем даже вот так вот значит и каждый раз я там у них на домашке редко баловал но там отец геннадий у нас там у нее часто бывал он рассказывал значит каждый раз начинаем домашнюю группу это же я приходил когда действительно так начинаем домашнюю группу люди собираются там ну вначале помолимся да все там становятся в кругу у нее комната такая чуть побольше это и допустим вот вот там мебели никакой там у нее в этой комнате как раз насчетом и значит и вот все в кружок установимся помолимся окошко посреди посадить садится вот лежится сидит и все значит думал принимая да принимая давать на самом деле все дышащие хвалит господа вот и поэтому знать вот бог и в жизни нашей да как верующих совершать чудеса свои и не только но даже вот их жизни вот мира окружающего животными растительный мир господь совершает чудо у нас одна сестра в херсонской области там но она лето получается было миссионером там в селах любимовка село то насчет новокаховка любимовка да и иначе воды любимых я был продаж только один был я там у них как раз вот и поначалу она говорит что там и особенно людей не воспринимали как бы так вот мы не слушали вот а насчет а потом стали слушать когда значит она помолилась за корову умирающие тоже там как раз пришла во двор один ну вот значит она хотела благовествовать людям приходила знакомилась с людьми в этом себе вот значит и а там бабушка плачет и ветеринар короче стало нужно корову под нож и осталось нужно прям сейчас короче все вот а бабка не хочет резать корову плачет и и вот она будет любят я буду молиться короче ветеринарского мы видим что она короче ладно вот он как специалист сказал что все корову не жилец уже а бабушка вот ей поверила вот молись дочь и молись короче значит молись вот короче корова не сдохла вот на ноги встала все начатся поправляться на глазах значит короче там несколько дней она уже была такая красавица такая уже вообще все короче ведь ветеринар в шоке сам потом смотрел насчет не может быть короче насчет ну все она должна была уже быть уже все покойные живая корова здоровая их а потом либо говорит что первые дни там меня только приглашали то за свинок молиться то за птицу момент короче не евангелизация получилась ходить под вораму молиться за всякую птицу там за живут но стали заверять селяне как-то после этого вот вот дети по крайней мере взрослым некогда было все насчет а вот дети стали приходить вот далее доверяли ей своих детей и люди вот внуков там и она собирала вот и как бы с ними уже по крайней мере там где-то провозила с ними там проповедовал им рассказывать в дети в детей она посеяла но достаточно много слов божьего там пока детские библии всяким там пораздавали там вот то есть как бы значит ну то есть уже до взрослых трудно было достучаться может быть только лишь через коров и свиньи там значит там как-то можно было достучаться а вот до детей до до них вот дошло хорошо поэтому сходу будут сто процентов слава богу да вот и а так я конечно да молюсь то в основном конечно за людей в основном то вот хотя все дышащие да хвалит господа а что с председателем было пока а не но он приезжал ну глядя я не знаю я же после вскоре после этого как раз весной 96 а нет одним словом вскоре после этого я уехал оттуда я значит с ним особенно не общался он стал приезжать храм он бывал на службе но насчет покаяния не знаю не знаю честно говоря вот я с того времени даже видно надеюсь что да для людей по крайней мере для людей это было свидетельство повод задуматься по крайней мере надеюсь что покаялся хотя не факт и бывает что люди они даже видят чудеса такие очень сильные чудеса но как бы не воздают слава богу не хотя в его случае было видно что такой страх божий на него напал такой хороший то есть как будто у него было такое там мне даже привозили не постоянно там от него выписывали там привозили мне там всего там короче там попал теленка там мясо это у меня не буду холодильник весь мясом забит значит мы и раздавал всем там нашим бабушкам нам этим с вертками такими вырезку это значит телятину на что раздавала что мне начнем и начнем ничего такого не привозили мне все эти вот один со всем все для храма нужно все мне привозили вот значит и то есть видно было что его так вот но очень сильно коснулся это очень сильно хотя бывает и такое что я встречал такое тоже что люди чудеса переживали сильные но как бы оставались себе на уме все равно и даже не воздавали слава богу помните как иисус да вот этих 10 прокаженных там эпизод такой есть 10 прокаженных очистил да они очистились пока шли показаться священником вот и только лишь один из них вернулся воздать славу богу вот иисус даже сказал воскликнул даже так вот где же 9 вообще держа станете ведь то есть даже в служении иисуса далеко не все раздавали славу богу ну сердце человека к сожалению такие порой потемки такие такие дебри что горелом и непонятно и читал там другие вот что интересно что иисус после воскресенья пришел к тем кто и так не уверен а он не нужно доказывать там фарисею пилату и вот так вот так а мог бы а он не стал делать блаженный не видишь и верующий пошел к тем кто и так не уверен просто подтвердил да а мог да ногами дверь открывать ну что ребята каяться будем этом разговору простите не вели казнить сколько чудес видели ну да и не уверовали ну да да вы знаете многие люди чудеса списывают на случайность обстоятельства обстоятельства так совпало допустим да вот даже не знаю у нас там вот эти вот это не дмитриевна тому тоже не очень был такой эпизод хороший не у нее а у ее сына вот он алкоголик был многолетний психушке лежал там много раз это как называется там забыл это на выезде нам всего куда там они часто бывали пищевые пищевые на тесту ехать они по детской трассе вот такая виние это другая сторона вот значит и и вот значит я просто раз там был мне показали как место вот мы даже не за это не заехали туда вот и и в этом знали хорошо значит и у него был цирроз уже по последности уже все ему оставалось там жить там совсем ничего вы его привезли ну помирать уже короче молились мы за него вот и ну да даже скажу я ну и верил и не верил в его спасение но больше души его спасение честно говоря мне верилось чем его исцеление но ради дмитриевна ради бабушки вот я буду за ради нее она у нас как старейший член церкви да как вот и и уважаемая такая бабушка уже на что он стал за несколько лет и очень все полюбили прям вот значит а с ее кошкой вообще-то все знали у нас случай этот короче молились за ее сына приезжали там и так и в церкви молились на служение и потом приехал ну сказали врачи вот ну вот вот на днях а то и раньше короче ну ему осталось жить совсем ничего вот значит и потом вдруг не помню кто позвонил даже мне короче что ему стало вдруг резко хорошо резко хорошо стало удар стал даже поднялся даже там умылся все там я крючок и я приехал там да он вообще сам и не поймет что произошло короче его когда обследовали у него новые органы и цирроз никакого нету печень новая как будто бы даже это ну без следов повреждений всякого короче представляете там врачи руками разводят что что с тобой случилось как бы где-то было все что да ничего вот лежал помирал просто заменял верующий молились вот вот он только вот так вот он и он так вот ну вроде бы загорелся хорошо убедили его что данных это же бог живой он сообразил что-то бог конечно да вот и покаялся да и насчет крестился у нас как раз было вскоре после этого крещения короче он тоже раз вот поток тоже и красный крестился я же крестил его кстати да даже фотографии где-то до сих пор еще есть еще вот старая фотография интересно что но вскоре вот прошло несколько месяцев буквально вообще ну вообще никакой человек подменили опять за свое опять вот у него все за прежнюю жизнь представляете и я могу быть не точным но может полгода прошло то есть а от его нового печени ничего не осталось все что было прежде до вернулась буквально на глазах то есть была новая печень все новое было в него до врачи подтверждают что-то новое прям как будто не повреждены ничего и вдруг после вот его опять там у него начались это пьянки опять вот опять с друзьями своими какими-то снюхался теми старыми вот значит и все и пошло у него пропал он а где а потом пришел весь больной вообще его привезли даже и психушке опять лежал там значит работа и короче и помер после этого я приезжал молился за него тоже и братья молились но вот честно говоря вот я молился и внутри прямо что такое было как сказать вот не то чтобы не молись но вот когда один на сухую молишься вот вот понимаю что вот бога в этом нету вот я молюсь сам молюсь до стараюсь конечно но в этом бога нету как то вот и другие братья потом мы общались то они тоже говорят знаете тоже молились их это вот ну нет бога в этом этом все конечно давно слава богу что он перед тем как умер он повторял там молитву снова начнем все там и и каялся все и господи там что он обещал что если еще раз меня исцели что я уже все уже точно уже там нужно типа завязываю все значит там и друзей своих больше не буду там короче я шкаться с ними но короче так он и помер вот и вот всякий бывают случаи некоторые люди вот хватает им одного такого пинка как бы в жизни да и вот он на всю жизнь уже все он понимает что да как бы надо господа держаться дорожить с этой свободой а другие люди вот такая раз неблагодарность появляется и все и хотя другие случаи еще еще более уникальные три раза было исцеление у одного брата вот одно и тоже если она но потом ты был срыв и тоже непонятно кому-то бог дает шанс еще еще да и повторные даже третий раз даже поставить короче я так понимаю пока мы на земле у нас больше вопросов чем ответа все равно по-любому вот до конца все вот эти ответы на вопросы наши нашего нашей веры вообще до христианства бытия нашего получим уже такой вечности так рассуждаем вот а так молюсь за людей вот особенно даже даже в поездках пример даже в поезде где угодно если человек он готов там принять христа молимся молитву покаяния или за исцеление допустим там вот всякие случаи бывают особенно в дороге там столько случаев бывало что даже воскрешение тоже в дороге прямо вот там один был случай когда проводится значит вагона помирала вот значит там вызывали нашу воду одна из проводниц вызывали медицинских работников поехал бы так даже как-то почему-то ухом не повел но смотрю вроде все все целы здоровы ну мало кому-то оказывается и по какому поводу даже не объясняют они вот оказывается наш проводится умирала вот значит и короче потом с разных вагонов наш вагон сбежались эти проводницы они закрылись от всех там вот свой отец публикацию вот где-то мне там этот самовар там все это вот закрыли значит и они там все были и начальник поезда и врач нашелся врач как раз там с ними был и а я с этими людьми там кто были там общался о вере о христе рассказывал что-то им там значит но они знали что священнослужитель и я ясу прогрессил там уже значит ну уже знаю что батюшка все это ручьи общаюсь и вот эти проводницы пришли две женщины одна которая с нашего вагона другая черта вот и и значит да и видно что они чуть чуть не плачет там еле скрывает свои слезы там вот и этого вы же священник а батюшка я говорю да да священник могли бы помолиться за нашу проводницу она умирает конечно помолюсь вот они думали о своем они думали что сейчас помолюсь как бы отходную как бы молитву что там но уже умирает они же не знали что буду молиться за воскрешение за ее и вот представляете когда так получилось счет шел на буквально секунды я только зашел туда где вот эти закрыты двери были закрыты попадая туда а там все пространство сколько там было помещалось людей все было в этих проводницах там и начальник поезда и как раз из купе проводников вот раз показался этот врач и насчет и он начальнику поздно обращается и говорит насчет так так что отменяйте звоните на станцию отменять эту как его реанимационную до машину вызывайте турповозку все ну короче констатировал вот только что все вот короче а женщина услышали это стали плакать и вообще они так были многие были заплаканы а здесь вообще остальных поплакать прям так вот вот и и я а и врач протискивается там народу спалпилась она вам протискивается туда к самовару как бы туда их начальнику поезда и начальник поезда там уже но там слышно как он переговаривает но что оттуда ему отвечают он значит нас звонит на станцию прям тут же и значит говорит все значит обои реанимационной машине там этой все и будет вызывать труповозку короче на станцию у нас будет ну короче труп вот и женщина плачут и здесь опять-таки вот реакция какая-то секунды доли секунды молиться надо молиться я даже даже не помню что там говорил сказал что будем молиться сейчас молиться они вальчу мы не умеем быть молиться а не как-то напрям можете можете молиться я не помню что ты но как помню как ты даже как-то так с наездом что можете молиться это знать как евтушенко писал в окопах атеистов нет я которого так да бога там вот это плавать научиться ну конечно не все так учатся но многие в таких условиях учатся ну плавать попал в воду да и там уже хочешь не хочешь барахтайся как можешь уже по собачьи там по свинячьи как хочешь короче плыви главное держись там на воде и плыви вот многие так учатся в экстриме таком конечно не все конечно некоторые там ко дну сразу но все-таки вот и вот но я как по поводу молитвы я убежден что в определенных условиях любой человек будет молиться все равно только лишь отдельный может граждане какие-то может не будут значит и и вот значит короче что такое сказал чтобы не молиться короче молиться но за воскрешение а врач он получился был чуть сзади меня чуть ну и как бы вроде как три четверти где-то и он на меня по так посмотрел как и уловил мельком так взгляд его как на психа он только что он специалистов врач он только что вышел он значит и здесь я получается подвергая сомнение его как бы не знаю авторитетный ну и когда психа посмотрел конечно ну что психиатра не знаю вот это потом уже я так все думал там было не до того честно говоря насчет и короче стал молиться и эти женщины повторяют слышу повторяются эти слова тоже на что я там говорю вот слова там тоже и а воскресенье жизни это женщина короче но она была страшно правда такая такая пепельная зелено-пепельная непонятно глаза закатились короче отравление было где там страшнейшие они где-то самобонку взяли какую-то там что-то еще и короче вот эта женщина она и короче скончалась там вот и молились и на глазах это чудо произошло короче женщина еще начать плакать начинают еще больше эти женщины вот а у нее глаза стали обратно сюда значит и кожа постепенно там ну по ходу молитвы отнесла он даже не заметил как то все стало происходить она стала из такой страшный такой пепельно-зеленый будет непонятно серый зеленый какой-то нормальность постепенно становилась вот слава богу да значит и даже что губами там пробовал что-то говорить вроде как повторяет что-то тоже вот значит там женщина стали плакать 1 запомнил одна женщина взяла там это проводится тоже у них там пачка сигарет что-то еще там она просто бросила там сама дома то есть у него уже само сработало что на что ее тоже надо все это удалять она сама покаялась получается в этом освободилась вот еще там другие женщины тоже стал молиться тоже за них тоже они повторяют слова отрекаемся от пьянства всякие блуда там значит там что-то еще короче вот все что было говорил а это начальник поезда все это видят он здоровый такой пацану потолок там самый высокий был он короче смотрит короче начальник поезда врач стоит в недоумении вообще начальник поезда сообразил тут же и на станцию опять отбой труповозки короче вызывайте реанимационную снова машину и я слышу там это громко уже говорят уже по этой связи да что там у вас происходит нет не поймут тот рук на труп они тоже опять реанимационную короче а там еще до станции довольно достаточно было еще время ехать вот я все время это там был вот до самой станции и ближе к станции самой эта женщина была уже так хорошо что короче дарят боль даже и реанимационной машине вот она уже повторяла и молилась уже так она была еще страшная такая но как было уже нормальный на человека похоже уже на человека я нашла что-то губами что-то говорила и глаза нормально у нее там уникла не уходили никуда вот значит и что-то там она себя что-то выдавливала там говорила значит одним словом дарят бой машине этой скорой помощи это значит да ну там врач зашел там на тех них нет они проверили этом короче повезли дальше значит начальник поезда сказал так что они идут как раз едут ну домой к себе туда на конечной станции они там живут короче вот значит бригады их не там их не и уже в больницу поместим ее по месту ее уже короче проживание уже довезем ее вот значит и вместо нее там это проводится будет работать она вы просто лежи не вставать короче лежи вот и доедешь до конца вот а дальше началось еще больше чудо вот мы проехали еще там где-то две или три станции я не помню ну пару станций точно проехали еще там такие небольшие уже были такие полустанки минутные вот и нужно интересно представлять значит через через пару станций а я уже туда я уже оттуда ушел уже все ну как женщина нормально уже все как бы доедет надо там больницу обратиться вот и значит и я уже опять с этими вот значит с попутчиками своими сижу там и представляете а это женщина которая помирала до проводиться она ходит по вагону красивая уже такая розовенькая такая уже улыбается с чая чай разносит она у меня столько сейчас силы короче я хочу работать я хочу чай разносит улыбается всем значит такая приветливая такая вот а эти другие проводиться ходят мимо меня и на меня так зырк зырк короче бояться меня уже как выйди от нас еще одну станцию я уже выхожу уже все короче вы там не бойтесь уже короче с репутацией еще творца было ехать уже сложно уже честно говоря уже потому что они так уже так уже у них свой суеверный страх у некоторых у некоторых хороший страх божий именно да те которые я понимаю для бога не открывается у них свой суеверный страх это возникает сразу колдун кого-то или что то есть он едет там вот есть батю